Итак, ранее я показывал некоторые карты и объяснял, что Гиперборея не та древняя, которая была на Северном полюсе задолго до существования греков, но та Гиперборея, которая была древним современником самой Греции. Вот эта Гиперборея находилась от Греции за Карпатскими горами. То есть, это территория современной Западной Украины и, соответственно, Восточной Польши. Можно также понакладывать разные другие карты и увидеть, что в разные эпохи на данной территории была преемственность культур. Трепольская культура, культура шаровидных амфор и многие другие. И данная территория была отдельно от Скифии как таковой, хотя и находилась в культурном, цивилизационном, этногенетическом и языковом симбиозе, в общем-то, с Скифией. Сначала с Кемерией, потом со Скифией, потом со Сарматией. Далее территории Искорстанского амфекциония, то есть Гипербореи как таковой, сокращались. И от государства на всю Западную Украину, Восточную Польшу сократились до территорий современной Житомирщины вокруг города Искоростынь, как он сейчас называется. Но некоторые невежды начали меня обвинять, что типа те карты и те объяснения, которые я дал, это типа я сам говорю и карты я сам нарисовал. И да, пояснительные карты я сам нарисовал, что я, в общем-то, и не скрывал, что я сказал в самом начале. Это видно, потому что использованы современные стандартные физические карты, и на них написано современным, сделанным моими союзниками, шрифтом. Но я могу привести и подлинно древние карты, на которых присутствует все то же самое. Для этого нужно учитывать несколько факторов. Первый фактор. Древние карты весьма отличаются от современных, и у них есть ряд дефектов. Дефектов, которые возникли вследствие того, что когда-то и береговая линия была другой. Когда ледник отступал, некоторое время территории Белоруссии, условной Белоруссии и Северной Польши были заболочены. Потом все это отступило к нынешнему Балтийскому морю. И разные античные и средневековые карты апеллировали к достаточно древним еще ведическим картам. Там 16, 15, 10 тысяч лет назад, а естественно часто не соответствовали реалиям, допустим, 10 века, какого-нибудь нынешней эры. Второй нюанс. Часто мы видим на картах разные перегибы, но мы можем уточнить, что на этих картах достаточно отчетливо изображены Карпатские горы. Очертания Карпатских гор, они плюс-минус, более-менее узнаваемые. Плюс на греческих картах они входят в так называемую систему Репейских гор. И по очертанию Карпатских гор можно, соответственно, опознать и территорию, которая находится на север от этих Карпатских гор. Хотя на самих картах есть огромное количество перекосов. Данную основную демонстрируемую тут карту россияне также могли бы попытаться использовать для своих целей, но не слишком тупые, чтобы ее изучить и понять, что именно там они могли бы использовать. А я пока не конкретизируюсь на всех неточностях, ошибках и спорных моментах карты, а демонстрирую исключительно то, что на ней изображены Карпатские горы, которые подписаны как Гиперборейские горы. Или Репейские горы, о чем я говорил ранее. Итак, ранее я показывал некоторые карты и объяснял, что Гиперборея не та древняя, которая была на Северном полюсе задолго до существования греков, но та гиперборея, которая была древним современником самой Греции. Вот эта гиперборея находилась от Греции за Карпатскими горами. То есть, это территория современной Западной Украины и, соответственно, Восточной Польши. Можно также понакладывать разные другие карты и увидеть, что в разные эпохи на данной территории была преемственность культур. Трепольская культура, культура шаровидных амфор и многие другие. И данная территория была отдельно от Скифии как таковой, хотя и находилась в культурном, цивилизационном, этногенетическом и языковом симбиозе, в общем-то, с Скифией. Сначала с Кемерией, потом со Скифией, потом со Сарматией. Далее территории Искорстанского амфикциония, то есть гипербореи как таковой, сокращались. И от государства на всю Западную Украину, Восточную Польшу сократились до территорий современной Житомирщины вокруг города Искоростын, как он сейчас называется. Но некоторые невежды начали меня обвинять, что типа те карты и те объяснения, которые я дал, это типа я сам говорю и карты я сам нарисовал. И да, пояснительные карты я сам нарисовал. Что я, в общем-то, и не скрывал, что я сказал в самом начале. Это видно, потому что использованы современные стандартные физические карты, и на них написано современным, сделанным моими союзниками шрифтом. Но я могу привести и подлинно древние карты, на которых присутствует все то же самое. Для этого нужно учитывать несколько факторов. Первый фактор. Древние карты весьма отличаются от современных, и у них есть ряд дефектов. Дефектов, которые возникли вследствие того, что когда-то и береговая линия была другой. Когда ледник отступал, некоторое время территории Белоруссии, условной Белоруссии и Северной Польши были заболочены. Потом все это отступило к нынешнему Балтийскому морю. И разные античные и средневековые карты апеллировали к достаточно древним еще ведическим картам. Там 16, 15, 10 тысяч лет назад. А, естественно, часто не соответствовали реалиям, допустим, 10 века, какого-нибудь нынешней эры. Второй нюанс. Часто мы видим на картах разные перегибы, но мы можем уточнить, что на этих картах достаточно отчетливо изображены Карпатские горы. Очертания Карпатских гор, они плюс-минус, более-менее узнаваемые. Плюс на греческих картах они входят в так называемую систему Репейских гор. И по очертанию Карпатских гор можно, соответственно, опознать и территорию, которая находится на север от этих Карпатских гор. Хотя на самих картах есть огромное количество перекосов. И данную основную демонстрируемую тут карту россияне также могли бы попытаться использовать для своих целей, но не слишком тупые, чтобы ее изучить и понять, что именно там они могли бы использовать. А я пока не конкретизируюсь на всех неточностях, ошибках и спорных моментах карты, а демонстрирую исключительно то, что на ней изображены Карпатские горы, которые подписаны как Гиперборейские горы. Или Репейские горы, о чем я говорил ранее. Репейские горы, о чем я говорил ранее.